Противостояние соседей по турнирной таблице стало настоящим украшением заключительного тура первого круга чемпионата России по футболу. Крылья Советов и Нижний Новгород выдали драму, которая по своему накалу больше напоминала остросюжетный фильм, но обо всем по порядку. В первом тайме события развивались неиспешно. Соперники играли в вязкий футбол, постоянно падали на газон из-за проливного дождя, часто теряли мяч в простых ситуациях и практически не угрожали воротам друг друга. На 29-й минуте случилось первое интересное событие. На поле Кротов ворвался в штрафную хозяев и пытался отдать пас на партнеров. Матео Барыч встал на пути мяча и сыграл рукой. После просмотра ВАР Виталий Мешков уверенно указал на точку. Тимур Сулейманов развел молодого голкипера Крыльев Советов Богдана Овсяникова и мяч по разным углам. 0-1. После этого самарцы еще несколько минут приходили в себя и пытались скрыть оборону нижегородцев. Гости уверенно защищались, но сдерживать быстроногих соперников удавалось не только за счет индивидуального мастерства, но и посредством нарушения правил. Мешков на такие эпизоды глаза не закрывал и наказывал подопечных Михаила Галактионова предупреждениями. В итоге это и предопределило исход матча. В перерыве Игорь Осенькин сумел донести до футболистов свои идеи. У тренера это получилось с блеском. На второй тайм вышла совсем другая команда. Игроки Крыльев Советов сели на ворота Нижнего Новгорода и измотали соперника. На 69-й минуте Пеняев разыграл очередной угловой. Самым расторопным штрафной оказался Роман Евгеньев, который отправил мяч в ворота Нигматулина. В эпизод снова вмешалась бригада арбитров. Мешков посмотрел повтор и отменил голы за игры рукой. Но подопечных Игоря Осенькина это только раззадорило. Гости продолжали фалить. На 79-й минуте Пенчиков грубо нарушил правила и увидел перед собой красную карточку. Нижний Новгород героически держал оборудован в меньшинстве вплоть до 92-й минуты. В компенсированное время Чиркович отдал передачу на Глушенкова. Максим отпасовал на того же Евгеньева, который снова пробил по воротам. Мяч предательски отскочил от ноги Гацука и залетел в ворота. 1-1. Следующая атака Крыльев стала победной. Пеняев пробил по воротам с дальнего расстояния. Гацук отбил мяч рукой. Мешков долго смотрел повтор и вынес свой вердикт. Пенальти и удаление. К 11-метровой отметке подошел Глен Бейл и хладнокровно реализовал попытку. 2-1. Самарцы одержали важнейшую победу над ближайшим преследователем и закрепились на 11-й строчке турнирной таблицы, догнав Екатеринбургский Урал пачка. Комментируя игру в первом тайме, Игорь Осенькин отметил, что после забитого гола соперник играл от счета и грамотно держал оборону. Не могу сказать, что мы были в растерянности в тот момент, когда соперник на нас оказывал давление. Просто мы не выжили того, что можно было бы из этой ситуации. Михаил Галактионов не стал обсуждать судейские решения на пресс-конференции. Нам надо делать самое дело. Лучше работать, лучше выполнять свою тренерскую работу и добиваться на поле. Сергей Пеняев, признанный лучшим игроком матча, поблагодарил фанатов команды за поддержку. У нас есть такие болельщики, они нас поддерживали до самого последнего момента, верили в нас. И это помогло каким-то образом, чтобы мы шли вперед, атаковали. По словам защитника Георгия Зотова, на скамейке запасных в этот промозг на осенний вечер было очень жарко. Прям даже очень тепло, прям стало очень холодно сегодня на трибунах было сидеть, а когда вот эта концовка, я даже расстегнуться хотелось, если честно. Но эмоции только положительные, вообще такие концовки, они украшают футбол. В 16-м туре РФПЛ Крылья Советов померится силами с аутсайдером чемпионата столичным торпедо. Игра пройдет на выезде 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18.30. Анатолий Головко, Константин Головин. События.